Слава Украине! Привет всем добрым людям, всем тем, кто за Украину и против этих обормотов, которые на нас напали. Значит, ребята, ночь с 25 на 26 прошла неспокойно. Рашисты пытаются прорваться ихнему фюреру Путлеру. Очень хочется показать к победобесию, к дню победобесия 9 мая, ну хоть какие-нибудь успехи. Ну покажите мне хоть что-нибудь. И, конечно, они лезут где только можно, а где они могут. Они уже нигде не могут, они пытаются что-то показать на запорожском направлении. Ничего не показали ночью, бухкали сильно. Наши им насыпали в ответ, энтузиазма поубавилась. И тяжелая ситуация традиционно, Донецкая, Луганская область, попастная, криминная. В криминной мы вчера все знаем прекрасно, наш гур взорвал штаб оккупантов. Значит, там смешная история произошла, там есть мэр некий, так называемый народный. Ну как они, помните, как был, как его в Донецке когда-то они прицепили этого, Губарева или как его там. Я уже и забыл, как его. Вот, бегал такой недоросток. Вот сейчас они точно такого же прицепили в криминной. Тот начал, проводил какое-то совещание со своими недосиловиками. Наши зашли, короче, бабахнули это все вместе с силовиками. И совсем, короче, ни силовиков, ни мэра. У всех отрезательные жизненные показатели. Все, закончилось там, да, сепаратизм. Значит, если кому интересно, фотографии из криминной у нас на телеграм-канале, да вообще там у нас куча, куча всего интересного. То, что я не могу выложить сюда, просто по той причине, что не обладаю авторскими правами. А ютуб за этим сильно смотрит и бьет за это. А на телеграме там всем это по барабану. Соответственно, кому интересно, заходите к нам на телеграм, ссылочка снизу. Дальше поехали. Значит, Донецкая, Луганская область, действительно очень серьезные бои. Продвижение у противника, если есть, то минимальное. Знаете, у них оно сейчас... Вот то, что происходит в Донецкой и Луганской области, это копирка того, что было месяц назад, даже больше, какой уже месяц, месяца полтора назад в Киевской области. Когда они рвались, вот выречили очи, и не знали зачем, но рвались к Киеву. Вот. И в результате с двух сторон. Помните, со стороны Гастомеля и со стороны, скажите мне, Броваров. И вот это вот огромные вот эти колонны, я даже, как сейчас помню, да, с одной стороны 60 километров колонны, с другой стороны 60 километров, уже и больше даже со стороны Броваров колонна. И что, и где эти колонны? Ага. У них там тоже отрицательные жизненные показатели. Ну, единственное, кто остался очень дико рад, это наши ромы, потому что столько металлолома, они отродясь не собирали. А теперь они, конечно, они там скачут, подскакивают, кричат, аллилуйя, Господи, пошли нам еще немножко этих танков. Так я, говорит, не только детям построю по трехэтажной вилле, еще и внукам построю по трехэтажной. Столько металлолома, да вы что, это ж праздник души и сердца. Вот. Ну, приблизительно та же самая картина сегодня в Донецкой, Луганской, и Запорожской области тоже самое. Они туда шлют свои старые танки. И ж, видите ж, еще знаете, какая разница с Киевской областью? Очень серьезная. В Киевской области мы воевали очень хорошо, но из западного оружия у нас было только джавелины, анлавы, ну, противопытно ПТРК различные, ПТРК и стингеры, да, тут. И польские, польские, как же они называются, перуны. То же самое, это как стингер, только польский, кстати, более современный. Вот. Это все, что у нас было на тот момент. И то насыпали так, что, вы же видите, раскатали их там в ноль, в Киевской области. А сейчас, наверное, ситуацию уже нельзя сравнить. У России вооружение хуже, потому что вот то, чем они атакуют, это уже снятое из длительного хранения, или же то, что находилось, ну, не в совсем боевых войсках, а у нас, ну, вы сами знаете. У нас сейчас только нам надавали гаубиц и вообще всяких вкусняшек, вы даже от авиации и до чего хотите. С запада, что я, я сейчас, если начну перечислять те пушки и танки и вся остальная байда, которая у нас теперь есть, и самоходки, то у меня будет отдельное видео длиной минут 15. И то я, наверное, не уложусь. Поэтому сейчас, что мы делаем? Ну, мы выматываем, вы хотите атаковать? Ну, атакуйте, господи, положите там всю свою армию. То есть, получается, Киевская область дубль два. Вот и все. С таким же точно будет концом печальным для российской армии, как и в Киевской области. Вы видите, будут драпать так, что аж... И им очень сильно... Я скажу им одно, что им очень сильно повезет, если наши остановятся на перекупе. Очень сильно повезет. Но пока они попытаются показать Бутлеру победу. И знаете, что я самое смешное прочитал? Оказывается, они к 9 мая хотят взять, вдумайтесь, Николаев и Одессу. Я такого бреда еще в жизни не слышал. Вы хотя бы капани под Херсоном возьмите, мудаки. Баштанку вы уже взяли. Нет, ну это цирк полный. Понимаете, такое впечатление, что у них не все дома. И у фюрера ихнего не все дома. Ну, а у фюрера-то точно не все дома. Потому что он, понимаете, он, пребывая в бункере, является полностью оторванным от жизни. Он не понимает, что на самом деле происходит на местности. Он не понимает, что палят ему танки, что палят БМП, БТР. Это все горит. Это все взрывается. Зайдите к нам на телеграм-канал. Там видео, как с одной Стугны-П за 3 минуты расхринячили 5 танков. Там просто порыться надо поискать. Просто. Один расчет Стугны 5 танков положил за несколько минут. Вот вам все ваши... А это ничего не стоит. Расчет Стугны это 2 солдата. Ну, там еще один стрелок рядом с ними были. Все. Вот вам весь бой. Они не понимают, что танки это танки, БТР, БМП. Это все хорошо. Это сохраняет жизнь бойцу в некоторых ситуациях. Но на поле боя, срок жизни этой махины, в случае, если у противника есть джавелины, Стугны, я не знаю, Лавы и прочая вот... Дребедень. Ну, 3 минуты танк удерживает. Все. Потом он, блин, он сгорает. С экипажем. И со всем, что там находится. Это с вероятностью 100%. И Путин этого просто тупо не понимает. Он шлет и шлет и шлет. Они же надпали в свое время этих танков. Вот он их и шлет. А тут утилизируют. А цехани стоят, говорят, аллилуйя, господи, да еще немножко. Вот, собственно говоря, и все. Короче говоря, из всего, что вот это вот я вам расскажу, значит, русским хана. К 9 мая они тоже им не видать. Ну, это даже смешно говорить. А, Херсонская Николаевская область. Это отдельный цирк. Наши сейчас очень сильно насыпают под Херсоном. Ближайшая колонна, которая находится от Херсона. Наша. Продвижение. Ну, это общеизвестная информация. Карты бегают, опять-таки, у нас на Телеграме есть. И вообще по Телеграму эти карты уже бегают. Чтобы вы поняли, кто из Херсона. Ну, вот они... Приблизительно там есть заправка в 5 километрах. На повороте таком есть заправочка вот на дороге Николаев-Херсон. Приблизительно в 5 километрах от... Это там на Перемогу, по-моему, потом еще что-то как-то называется. Вот этот поворот. Буквально там в 5 километрах от Посад Покровского. Говорю, от Посад Покровского. От Чернобаевки. Буквально. Это вчера были. Сегодня уже не знаю. Может ближе. Но факт тот, что наши их выдавливают из Херсона. Со Станислава заходят. Из стороны Б. Александровки заходят. То есть со всех сторон. И он говорит, что он возьмет Николаева-Одессу. Ты Херсону держи. 9 мая. Херсону давным-давно уже будет украинский флаг, ребята. Вы о чем? Какой Одесса? Какая Николаев? Единственное, что я волнуюсь, конечно, за Антоновский мост. Потому что, когда будем брать Херсон, будем брать Антоновку. Это понятно. Это все вместе. Один блок. Ну, а я очень боюсь, что они мост, конечно, гуцикнут. Потому что видели ни разу, ни два, как они плавали вокруг опор моста. На своих этих утлых, этих лодочонках русских. И что-то они там манипуляции какие-то проводили. Я так сильно боюсь, что Антоновский мост, конечно, заминирован. И попасть в Олежки будет проблема. Это уже будет, наверное, освобождать ее со стороны Запорожья. Ну, посмотрим. Может, перейдем где-то реку там. Посмотрим. Насколько большим будет наше преимущество на тот момент, когда будем освобождать Херсон. И, соответственно, освобождать Олежки. Но это другая сторона. Не правильно. Говорю, там это сопряжено с рядом трудностей. Поэтому посмотрим. Может, через Каховку зайдем. Посмотрим, как оно будет. Ну, пока что так. Короче говоря, Путин пребывает в полном маразме. И тупо не отдупляет, что происходит на местности. Поэтому отдает приказы, ну, равнозначные приказам Гитлера в 45-го. То возьми, то возьми. А генералы стоят, хватаются за голову. Боже, а чем его брать? У меня солдат не осталось. Так и здесь. Он посылает туда 500 танков, сюда 500 танков. Захринячили их за один день. Ну, давай еще где-то. С какого мы там округа еще не взяли? А, с этого, с дальневосточного округа. Ну, сейчас еще навезем. Ну, маразм, маразм. Маразм полнейший. Разложение, деградация и так далее, и так далее. Так называемая бывшая второй армия в мире. Ну, а у нас все в порядке, ребята. Работаем по плану. Кондропупим их. И все будет Украина. Слава Украине!